В каждом приличном городе должна быть своя достопримечательность. Скажем, в Париже это Ефельевая башня. В Риме это разваленный колизея. Конечно, в хорошем состоянии. У нас в городе Зареченске таких достопримечательностей две. Прежде всего это дуб, в тени которого проездом останавливался Пушкин. Ас. И скульптура античного героя Иракла. Как известно, мужчины героических пропорций, причем, что интересно, из одежды один меч в могучей правой руке. И вот как-то городское начальство, обходя очаги культуры, остановилось перед Ираклом, как укопанное. И возмущенно сказала, что я вижу. Сопровожающие лица объяснили, что, мол, а река из античных, фамилия Иракл. Начальство алтаручкой ткнуло. Сопроводил в середину композиция. И сказала, что грек без вас вижу. Пусть у себя в Греции стоит, как хочет. А у нас, что все было, как у людей. И завтра же. На завтра у Иракла все было. Как у людей. Он стоял, прикрывшись фиговым листком, работы местного мастера Коровачука. Розовый, а, говорится, никем не надеванный листок, нарядно смотрелся на потемневшей от времени маучей фигуре. Завидонов Никодим согласовал. Вопрос с руководством вывез эту скульптуру ночью из Горсада на кладбище. В это время скончался один совершенно одинокий старик, и Никодим ему на могилку поставил Иракла с новенькой датой 1902-1981 и все это снабдил душераздирающей надписью «Внучеку» от дедули. Причем, чтобы никаких разночтений больше не было, Иракл вкопал землю по пояс, от чего памятник только выиграл. Я закончил. Спасибо за Спасибо.